Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в пятницу за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 6, стихи 45 по 53. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Даниила. Вовремя оно, подудя Иисус ученики своя, вните в корабль, и варите его на он полк в Ифсаиде, Дани же сам отпустит народы, и отрекся им, иди в гору, помолитесь, и вечеру бывшу в корабль посреди моря, и сам един на земле, и види их страждущих плаваний, бебу ветер противен им, и от четверти стражи ночней прииди к ним, по морю ходяй, и хотяш им минуте их. А ниже, видевши Его, ходяща по морю, внях у призрак быти его запиша, в сиба Его видяша и смутишася, и обе глагола с ними и речеем, Дерзайте, аз есмь, не бойтесья, и вниди к ним в корабль, и улеже ветер, и зело, и излиха в себе ужасахуся, и дивляхуся, не разумеша по охлебе, беба сердца их окаменено, и пришедша, придоша в землю генисорецку, и присталша. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправится вперед, на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле, и увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели его и испугались, и тотчас заговорил с ними и сказал им, «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю генесарецкую и пристали к берегу. Как только пятитысячное собрание народа было насыщено, Господь отослал учеников вперед себя, в Евсаиду, и лишь после этого, отпустив людей, и оставшись один, взошел на гору помолиться. Это маленькое упоминание о молитве не случайно. В тексте каждого из Евангелий упоминается, что Христос всегда молится, то есть общается с Богом. И этот пример Спасителя очень важен для каждого из нас. Ведь когда мы молимся, мы остаемся наедине с нашим Отцом и Богом, исповедуя Ему ежедневные прегрешения, благодаря за милости и прося о насущном, тем самым не разрывая ежедневного духовного единства. Дальнейший рассказ евангелиста Марка повествует нам о следующей картине событий. Лодка с учениками находилась посредине моря. Ее било волнами, потому что ветер был против них. И, видя все это, Спаситель пошел к ученикам по морю. Борис Ильич Гладков пишет, «Христос пошел по воде, то есть воспользовался своей божественной властью творить чудеса, господствовать над законами и силами природы. Но и в данном случае он воспользовался этой властью не для себя лично, не для спасения себя от опасности, и не для преодоления препятствий к достижению личных целей. Нет, он пошел по воде для спасения погибавших апостолов». Иудеи того времени делили всю ночь на четыре части, называвшиеся стражами по три часа в каждой. Первая стража от шести часов вечера по нашему времени до девяти часов, вторая от девяти часов до полуночи, третья от полуночи до трех часов утра, и четвертая стража от трех часов до шести часов утра. Апостолы могли хорошо рассмотреть шедшего к ним, но они были еще настолько маловерны, что не могли и подумать, что это идет Христос. Люди не могут ходить по воде, а Иисус, по их мнению, был человеком, следовательно, не мог идти по морю. В древности существовало поверье, что души умерших могут являться людям и бывают видимы, как призраки или тени, а потому они, увидев его идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Как мы видим, у апостолов был страх смерти, страх богооставленности, который и мы нередко испытываем, допуская в глубины нашего сердца величайший грех уныния. Именно этот страх может не допустить Бога в нашу жизнь и поколебать основы нашей веры. Блаженный Феофилакт поясняет, что Христос попускает учеником испытать бурю для того, чтобы, когда после буря настанет тишина, они более обрадовали случившемуся, и чтобы в сердцах их запечатлелось неизгладимое воспоминание о сём. Когда они находились в опасности, Он предстает пред ними и словом Своим прогоняет страх их и на море производит тишину, и таким образом творит двоякую тишину, укращает смущение в их душах и волнение на море. Как видно, апостолы под влиянием страха забыли о всех прежних проявлениях спасающей силы Христовой, и как обыкновенные люди не могли побороть в себе удивление перед новым чудом Христа, одно вступление которого в их лодку заставило утихнуть ветер. В ответ на страх и тревогу учеников Спаситель заметил «Ободритесь, это я, не бойтесь». Святитель Феофан Затворник замечает «Ободритесь, это я, не бойтесь». Вот слова Спасителя, опора упования нашего. «Какая бы беда и скорбь не была, вспомни, что Господь близко, и воодушевись мужественным терпением. Как тогда Он вдруг предстал апостолам, бедствовавшим на море, так и тебе, бедствующему, внезапно явит помощь свою и заступление». Каждый может столкнуться с жизненными тревогами, проблемами, печалью и даже невыносимым горем. Но когда человек призывает Христа, то Бог укращает любую бурю, умолкает самый громкий плач горюющей души, исчезают любые тревоги и проблемы, потому что Бог – это любовь. Нам же, дорогие братья и сестры, надлежит уповать на Бога, никогда не сомневаться в Его промыслительном попечении о каждом человеке. И если мы сможем побороть все страхи и всецело предать себя воле Божьей, то это будет спасительным не только для нас, но и для тех, кто находится рядом с нами. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! 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 Продолжение следует...